Друзья, всем привет, с вами Яков, и мне очень приятно, что вы смотрите этот ролик на моём канале. В котором, в свою очередь, мы с вами поговорим о чердейке, которая очень хорошо работает в пате. Данная чердейка заменила колдуна, который крутил недопыри, и она очень-очень отлично разносит трэш, а также паки. То есть, это новый метод дамагер трэша, и в сегодняшнем ролике я вам объясню, как чердейка это работает и как ею наносить урон. Так как многие не понимают, как она работает, потому что здесь есть много небольших нюансов. И если в правильном порядке нажимаете определенные клавиши, то урона она будет выдавать очень-очень-очень много. Так вот, давайте научимся правильно играть за такую чердейку, что впоследствии было не стыдно поиграть и в пати. Ну что ж, если вам это интересно, то давайте разберемся с билдом и экипировкой. Поехали! Итак, на себя мы надеваем 6 предметов и сета убранства огненной птицы. Это перчатки, наплечники, шлем, броня, штаны, а также ботинки. И у нас запускаются все 3 бонуса. Первый бонус дает им воскрешалку, кд у которой 1 минута. Второй бонус будет поджигать противников. То есть, когда мы будем атаковать с тремя разными умениями, которые наносят урон от огня, противники будут поджигаться. А вот как раз таки третий бонус будет бафать наш урон. И это на 200% за каждого подожженного противника. И стакаться он будет до 20 раз. То есть, на 4000% вырастет наш урон. Мы этот баф получим моментально, если подожжем элитного противника единожды. Кроме того, за каждый стак мы будем уменьшать получаемый урон на 3%. То есть, в итоге на 60% мы будем получать меньше урона. Второй сет, который будем использовать, это бесконечный поход. И он нам будет бафать наш урон, когда будем стоять на месте. А также бафать нашу защиту, когда будем перемещаться по порталу. На пояс мы одеваем шедевр дельсира. Он нам будет помогать быстрее откатывать наш ресурс. На запястьях у нас лакуни расхитители. Используем мы эти наручи для того, чтобы поднять свою скорость атаки. В руках у нас находится меч желания смерти. И он нам будет бафать урон от умения метеорит на 322%, когда я буду поддерживать умение, которое требует поддержки. В данном случае умение магический поток. Во вторую руку я беру сферу гравированный знак. Эта сфера также будет увеличивать урон от моего умения метеорит. В данном случае на 142%. Хочу обратить ваше внимание по поводу сферы. Ищите такую сферу, где в вторичных аффиксах есть увеличение магической энергии. Потому что наличие этого аффикса, это увеличение вашего урона. И это не желательно, а обязательно. Ну и остается у нас последнее колечко, и там конечно же собрание стихий. Для того, чтобы раз за фазу кольца мы могли наносить больше урона от тайной магии. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. Рубрика бижутерии, и там у нас ареал карини. При активации доспеха бори, и когда он будет поражать противников, мы будем получать на 80% меньше урона. Рубрика броня, и там у нас ботиночки и гордость нефур. Они будут бафать наш урон от метеорита на 600%, ну а по одиночным целям 900%. Ну а рубрика оружие, и там у нас двуручный посох, великий визирь. Он будет бафать наш урон от умения метеорит на 400%. Из самосветов мы используем проклятие плененных, эзотерику, ну а также оберег защиты от ран. Теперь давайте разберемся, что мы будем уролить в наших предметах. Основной наш урон мы наносим с помощью умения метеорит. Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это наш шлем, ботинки, ну а также если получится в сфере. Урон мы наносим от тайной магии, поэтому поднимать урон от этого скилла мы можем в наших наручах, а также амулет. КДР нас в этом билде вообще не волнует. А что нас интересует, это урон по области. Поэтому поднимайте, это апекс, где есть только возможность. Это в одном кольце, во втором кольце, в оружии, в сфере, на плечниках, перчатках. И чем выше этот показатель, тем лучше. Вот у меня он составляет 151%, и этого в принципе хватает. Чтобы полноценно разносить дршак, ну и элитных противников, которые находятся рядом с ним. И это все, что касается экипировочки, а теперь давайте разберемся с билдом. Из пассивочек мы используем астральное присутствие для того, чтобы увеличить свой запас магической энергии, а тем самым урон. Урон нам будет бафать пассивка магический генератор. Воспламенение поднимет наш кольшанс. Ну а смелость будет позволять наносить больше урона по тем противникам, которые находятся прямо возле нас. Теперь давайте разберем наше активное умение. Первое это доспех бури и дополнительный разряд. Время от времени этот скилл будет наносить урон электрический по противникам, который будет конвертироваться в огонь и позволяет нам поджигать противников. Также этот доспех будет запускать колечко Ареал Карини. Силовая волна и магическое созвучие. Этот скилл будет бафать наш рун от тайной магии. Магическое оружие и руна поджог. Этот скилл будет позволять нам наносить огненный урон теми умениями, которые наносит урон другой стихии. Например, тот же умение метеорит с руной звездный договор. Кроме того, этим умением мы будем наносить наш основной урон. Магический поток и огненная защита. При поддержании этого скилла мы будем бафать свою защиту. А самое главное наш урон. Электрошок и разветвленные молнии. Этим скиллом мы будем восполнять наш ресурс. И это все что касается билда. А теперь давайте разберемся как же эта чердейка собственно говоря работает. И это в принципе самое интересное, ну или самое вкусное. Главное понять всю механику и как вообще эта чердейка наносит урон. Максимальный урон чердейка наносит в том случае, когда она расходует полностью весь ресурс. То есть тратя на ему умение метеорит полностью весь запас магической энергии. Если бы допустим использовал умение магический поток, то да, метеориты с ней будут падать. И они действительно будут наносить урон от тайны магии. И когда на кольце собрания стихии появится баф на тайную магию, вы тоже будете наносить повышенный урон. Но это не максимальный урон, который может выдать наша чердейка. В каком процентном соотношении она наносит урон, я не знаю. И это в принципе не главное. Кому интересно, можете пропорции составить, ну и посчитать. То есть если вы будете поддерживать магический поток, что в принципе очень многие делают. То урона вы наносить не будете. Он будет настолько мизерный, что его не будет хватать на высокие великие порталы. И такой чердейкой вы сможете бегать столько я не знаю. Ну допустим в ВП, в 80-е, 90-е. Это согласитесь не есть гуд. И давайте наносить урон правильно. То есть какие наши действия? Еще раз напоминаю, исходя от нашего умения Метеорит в Урон и Звездный Договор. Мы наносим урон только тогда максимальный, когда мы полностью расходуем всю нашу банку маны. Ну давайте магической энергией назовем. Чтобы сократить, я буду называть мана. Использовать магический поток мы должны для того, чтобы бафнуть свой урон. А не для того, чтобы наносить урон. То есть как мы работаем? Самое главное, мы должны понять, что мы работаем одной командой. То есть играем в пати. И во-первых нам надо искать такую группу противников, где есть хотя бы один элитный противник. И это обязательное условие. Элитный противник должен быть обязательно. Потому что даже если у вас будет рядом с вами находиться огромная толпа трэша, у вас не получится поддерживать 20 стаков. Это реально, но не всегда получается. Потому что кого-то вы можете ваншотнуть. Это значит, что стаки спадут. Кого-то можете просто не поджечь. То есть элитка это обязательно. Потом к этому элитному противнику надо подтягивать трэш. Это должен делать фарвар. И самому собой, чем больше он притянет, тем естественно и лучше. Это может быть как трэш, так и новые элитные противники. И повторяю, чем больше противника будет находиться рядом с вами, тем лучше. То есть вы становитесь возле элитного противника. Монах должен подстраиваться под вас и под чердей кита святую святых. Ну или же ковер. Чтобы поджечь противника, вы должны его атаковать тремя разными умениями. Поджечь его не составит никакого труда. С неба будут падать метеориты. Они благодаря магическому оружию будут тоже поджигать противника. Второй скилл допустим магический поток. Третий скилл в принципе любой. Или наш генератор, или силовая волна. В общем элитный противник поджигается и мы уже наносим наш урон. То есть первое мы поддерживаем умение магический поток. С неба начнут падать метеориты, но ни основной урон наносить не будут. В это время будут раздаваться умения силовая волна. Вы можете это умение силовую волну создавать с помощью магического потока. Можете непосредственно с руки. То есть прожать это умение. Я прожимаю это умение. Чтобы полностью быть уверен в своих действиях. После того как появился баф. Вы уже запускаете умение метеорит. Но не с помощью магического потока. А непосредственно с руки. То есть активируя этот скилл. Как только вы активируете метеорит. Сразу полностью ваша банка маны полностью исчезнет. В этот момент с неба будет падать метеорит. И если вы ничего не предпримите. То урона он нанесет не очень много. И вот как раз таки для того чтобы бафнуть вам урон. В этот момент времени вы должны поддерживать умение магический поток. Потому что если вы не активируете магический поток. Урона вы много не нанесете. И вот в этом как раз таки ключевой момент в этом билде. Что только при поддержании магического потока, когда падает метеорит с неба, который запущен с руки, в этот момент времени чародеки наносят урон. Запомните это, это очень-очень важный момент. То есть магической энергии у нас уже нет, нам надо ее начинать восполнять. Мы заново активируем наше умение силовая волна. Еще раз повторяю, можно сделать это с помощью магического потока, можно с руки. Активировали это умение, получили баф на увеличение урона от тайной магии и начинаем работать нашим генератором. Когда мы начнем работать нашим генератором, мы будем, во-первых, восполнять себе ману, а во-вторых, получать стаки от пассивки магический генератор. Когда мы наберем 5 стаков этого бафа, мы тоже бафнем свой урон. И потом сразу же прожимаете умение метеорит. Многие спросят, если мы используем умение метеорит, оно сразу расходует всю нашу ману. И как нам надо при этом работать умение магический поток, который от того же требует расхода маны. Тут ситуация следующая. После активации умения метеорит, время нападения его на землю составляет порядка где-то 2 секунд. То есть я в этот момент делаю следующее. То есть как только активирую умение метеорит, я быстренько прожимаю генератор и сразу же перехожу на умение магический поток. За это время я успеваю накопить немножко маны, ну и продолжаю поддерживать, поддерживать, поддерживать магический поток. Как только я увидел, что метеорит упал, весь трэш, а также элитка получил огромный урон, я уже смотрю на мою силовую волну. Потому что при поддержании магического потока силовая волна тоже запускается. Если я вижу, что на этом скиле есть баф, тогда я уже начинаю работать опять генератором. Генератором накопил себе ману, запускаю метеорит, цурки, генератором чуть-чуть ману набиваю и опять продолжаю поддерживать магический поток. Вот ребята, вот такой алгоритм действия. С первого раза он, допустим, может не уложиться в голове. Но поиграйте пару раз, и если захотите понять, я думаю поймете. Самое главное, что вы должны запомнить, что атакуем мой метеоритм только в том случае, когда первое, у силовой волны имеется баф, у посибочки магический генератор имеется 5 стаков, и вот тогда мы атакуем метеоритм. Как только запускаем метеорит, мы должны быстренько восполнить себе ману, и моментально переходить на умение магический поток и поддерживать его, поддерживать, поддерживать, пока не убедимся, что метеорит не нанес урон. Затем опять запускаем силовую волну, работаем генератором, пока не восполним себе полностью ману, ну и опять запускаем метеорит. Теперь хотел бы еще отметить такой момент по поводу кольца собрания стихий. Баф на тайну магии идёт сразу после молнии. И если вы, допустим, видите, что уже прокнула молния, то в этот момент лучше немножко подождать и поработать попросту генератором. А как только молния заканчивается, вот тогда уже запускаете метеорит. И в этот момент времени ваша чередейка выдаст максимальный урон. В общем, как-то так. Но когда вы разнесли полностью вес трэш на карте, забили счётчик прогресса вашей группы до 100%, там уже появляется босс, и от вас, в принципе, пользы никакой уже нет. Не, когда будет прокать тайна магии на кассе собрания стихии, вы будете наносить какой-никакой урон. Но там уже, по сути, должен работать убийца боссов. А если дурк на карте прокает какой-то пилон, по сути, вы должны направляться к нему. Ну и ждать уже команды на активацию от вашего дамагера. Вот такие вот, друзья, наши действия. На первый взгляд, они сложные, но тут больше подходит поговорка. Не так страшен чёрт, как его рисуют. То есть как-то наносить урон, я вам уже, думаю, подробно объяснил. Но ещё раз хочу напомнить, что вы должны воевать около элитного противника. То есть хотя бы один элитный противник должен возле вас находиться обязательно. Этим правилом можно пренебречь только в том случае, если вы застряли. И пройти у вас никак не получается. Там, конечно, вам должны помочь ваши саппорты, как, допустим, монах и варвар. Но если у них не получается, то тут вы уже можете воевать без элитного противника. Чтоб хоть как-то расчистить себе путь. В общем, дорогие друзья, все тонкости игры за данную чародейку я вам пояснил. Если будут появляться какие-то вопросы, пишите в комментарии под роликом. Ну или задавайте прямо непосредственно на стриме. А я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Учитесь играть за чародейку правильно. Ну и удачи, Сезон Абхалим. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.